Музейщики рассказывают гостям о фондовой коллекции европейских художников 16-го начала 19-х веков. Из Эрмитажа эти работы были доставлены во Владивосток еще в 30-м году, но практически все время были скрыты от глаз посетителей. 26 сентября о произведениях решили напомнить. Повод – открытие нового регионального проекта от государственного Эрмитажа. Прежде всего, конечно, это очень большое подспорье для нас здесь, потому что мы очень далеко от центра России. И эти мастер-классы задумывались именно как для музеев Дальневосточного федерального округа. Занятия по реставрации, хранению, консервации графики проведут трое специалистов Санкт-Петербургского Эрмитажа. Сегодня в стенах Приморского музея состоялась первая встреча. В 11 утра презентация – теоретическая часть, в последующие дни – только практика. Взаимодействие с реставраторами всегда полезно, всегда открываются какие-то новые моменты, поскольку одинаковых произведений не бывает. Программа «Дни Эрмитажа» прежде всего рассчитана на музейных работников, но интересное мероприятие может быть и для обычных горожан. Для своих посетителей филиала Приморской картины галерей приготовили несколько сюрпризов. Это выставка одного шедевра, экспозиция художественной фотографии, посвященная танцам, и бесплатные кинопоказы об Эрмитаже с любовью. В Владивосток это всегда вызывает какой-то интерес, потому что это крупный город, безусловно, своей богатой историей. Нам очень все позавидовали, что мы едем сюда, именно потому что здесь большой крупный центр, и я думаю, что вот эти культурные связи и взаимодействия, оно только на пользу всем. Открытие центра «Эрмитаж Владивосток» запланировано на первое полугодие 2018-го. Здание под его размещение выбрали еще два года назад. Это памятник архитектуры, известный как Дом Даттона. Предполагается, что первыми экспонатами станут предметы изобразительного искусства 18-го века, портреты императрицы Екатерины и ее сподвижников, личные вещи и многое другое. Проект «Дни Эрмитажа» продлится неделю, ровно столько же будет работать эта выставка. А затем уникальные картины снова отправятся в фонд Приморской картинной галереи. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.